Всем привет! С вами Игорь. Сегодня покажу, как я уже доделал это крепление на крыше. Вот оно. Такие вот профильные квадратные трубы. 16 метров получается. Трубы, вот как оно тут крепится. Сама труба, шпилька. Шпилька, как крепится к доске, я потом покажу позднее. Снизу на шпильку накручивается гайка с шайбой. Решил с шайбой. Думаю, так будет надежнее, пускай она держится на шайбе. Вот и сверху зажимаем гайкой тоже. Такая квадратная труба. Сейчас посмотрим, насколько оно ровно у меня получилось. Довольно таки ровно вроде бы вышло. Трубочка, если так посмотреть горизонталь. Не знаю, видно, не видно. Вроде тоже ровно. Вот такие две трубки крепления. Самое главное, чтобы здесь они были в плоскости, стояли одна относительно второй. То есть, вот так вот, если смотреть, то они должны быть в плоскости. То есть, когда мы ложим панель, чтобы панель ложилась всеми четырьмя углами ровненько, и чтобы она не висела на трех углах. Вот это очень важно, потому что потом может со временем стекло лопнуть, притянуть то ее можно болтиком, но это неправильно. Плоскость должна быть обязательно. Даже если там горизонтали нет. Но вот эта вот плоскость обязательно должна быть. У меня она вроде есть. Вот такая вот крыша. Такое вот крепление довольно дешевое получилось у меня по цене. Сколько стоят эти все квадратные трубы, шпильки. Я в предыдущем видео второй части рассказывал по ценам. Вот это крепление рассчитано. Вот тут 16 метров крыши. Лезет тут 15 панелей. Может быть даже и 14. Потому что напротив трубы вот этой я, наверное, панель ставить не буду. Она все равно будет затеняться. Панели тут будут метр на два. Можно было метр шестьдесят, наверное. Но метр на два тут лучше будет заполнение моей полезной площади крыши. Раз они тут стоят метр на два, то значит их тут надо ставить. Это будет более рациональное использование площади крыши, я так думаю. Вот такое вот крепление. Тут вот стык. То есть с двух кусков я ее вытягивал. Ну, десятиметровый целый и шестиметровый кусок. Вот. Полностью сваривать не схотел, потому что понял, что я ее не вытащу 16 метров. Ну и тут получился такой вот стык на болтиках. Тут снизу пластина, болтиками скручена. Думаю, никуда она не денется. Шпилька 12. Ну, это такие шпильки, гайки. Я там все рассказывал в прошлом видео. Сейчас еще спущусь на чердак. Вот. И покажу, как там держатся эти шпильки. Так, как тут паузу-то нажать. Вот я на чердаке спустился. Эх, не видно так шпильки, как они крепятся. Ну, я думаю, видно. Но сейчас я вылезу поближе. Правда, темновато, но... Вот. Такая вот шпилька. Тут шайба. Обхватывает доску. Это верхняя. Вот эта вот нижняя. Все дырки надо сверлить вверх волны. То есть верхнюю часть. Ну, чтобы не затекало. Вот. Сверлил я дырки снизу. Ну, отсюда, с чердака. Натягиваю вот такую вот лесочку. Чтобы ровненько было. Отсюда просто легче попадать в саму доску. Потому что, если с крыши сверлить снаружи, то попасть будет довольно таки сложно. А тут выбрал доску, которая подходит. Тут у меня их не так мало, этих досок. Натянул леску. Ну, выше получается на 20 сантиметров. И отмерял вот так вот. От лески в доску 20 сантиметров. Тут, потом тут тоже 20 сантиметров. Получилось оно ровненько по леске все. Крепление. Поэтому, лучше, лучше сверлить с чердака. Ну, вот такое вот видео. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Вот. Следующее видео уже, наверное, будет про панели сами. Все. Всем пока.